Это было ужасно, потому что мы думали, что мир обрушивается на нас. Засуха в этом году была экстремальной. Продолжая серию выпусков о засухе, поговорим о ее последствиях для некоторых стран Южной Америки. Критическую ситуацию, вызванную экстремальной засухой, переживает Уругвай. С начала 2023 года количество выпавших в стране осадков оказалось самым низким за последние несколько десятилетий. Уже с начала февраля был введен запрет на использование питьевой воды для неприоритетных целей. Практически полностью опустили основные водохранилища. В том числе Канелон-Гранде, снабжающая питьевой водой столицу страны. А еще ранее, в октябре 2022 года, было объявлено чрезвычайное положение в области сельского хозяйства. Животноводство, рыболовство и сельское хозяйство терпят самые большие убытки за последние 40 лет. Что, естественно, очень сильно сказывается на жизни людей. В 2023 году продолжительная засуха в соседней Аргентине, от которой страна страдает уже несколько лет, стала поистине катастрофической. По состоянию на середину марта, отсутствие дождей в течение длительного времени привело к огромным финансовым потерям из-за гибели урожая многих культур и падежа скота. Площадь земель, пострадавших от засухи, составляет 172,5 миллиона гектаров, что почти равно сумме площадей таких стран, как Перу, Эквадор и Парагвай, вместе взятых. Еще одно сопоставление. Эта площадь более чем в три раза превышает территорию Испании. Аргентина является одним из крупнейших поставщиков хлопка, сои, кукурузы, говядины во всем мире. Засуха и неурожай в стране могут негативно отразиться на продовольственном рынке по всему миру. Засуха в этом году была экстремальной. А учитывая то, что два предыдущих года тоже была засуха, которая иссушила почву, в этом году вся почва высохла. У нас никогда не было такой засухи. Волна тепла в середине лета установила новые температурные рекорды и еще более усугубила и без того сложную ситуацию. В стране было зарегистрировано самое жаркое лето за последние 62 года. По данным Национальной метеорологической службы страны, температура в течение первых десяти дней марта была на 8-10 градусов по Цельсию выше нормы в восточно-центральной части страны. Аномальное изменение климата выражается и в яркой контрастности стихийных бедствий. Пока одна часть континента подвергается засухе, другая – сильным наводнениям. 22 и 23 марта в связи с обильными осадками, которые совпали с высоким уровнем прилива, в прибрежном городе Гуайакиль, Эквадор, произошел сильный потоп. По меньшей мере 13 районов остались без электроэнергии, а движение транспорта было полностью остановлено из-за скопления воды. Матрасы, мебель, как сказала бы моя бабушка, да упокоится она с миром. Мы без Бога и без Святой Марии. Это была река, это не улица. Обратите внимание на то, что вы видите сейчас, все отложения, которые принесла с собой земля. Это было ужасно, потому что мы думали, что мир обрушивается на нас. И в тот момент я сказала, вот до чего мы дошли, потому что дождь продолжался, и вода продолжала подниматься. В Бразилии с 16 по 22 марта тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома после наводнений и оползней в северо-восточных штатах, сообщается о погибших и пострадавших. В нескольких муниципалитетах штатов Сиара, Мараньян и Пара было объявлено чрезвычайное положение. Планета разрушается прямо на наших глазах, и бездействие может привести к гибели всего живого на ней. 12 ноября 2022 года была озвучена дата конца. Данная математическая модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то всё, о чём мы говорим, произойдёт в октябре 2036 года. Мы просчитали разные варианты развития событий и пришли к выводу, что в любом, даже самом мягком варианте прохождения нынешнего цикла всё человечество погибнет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу, вашим планам. Через шесть лет конец. А в 2036 году конец всему человечеству. Прошло немного времени, всего полгода. Но посмотрите, что сделал климатический Цербер с нашим миром за это короткое время. А что мы, как человечество, сделали после того, как была озвучена дата конца? Как видите, мы, как общество, в целом продолжили существовать в потребительском формате. Лишь единицы волонтёров из 8 миллиардов людей продолжили борьбу за всё человечество. Наш дом горит. Первые этажи в огне, но внутри никто ничего не делает. Нас приучили, что за нас кто-то что-то решает. Но сейчас никто и ничего за нас не решает. Наш дом горит, а мы находимся в середине. И самое печальное, что многие из нас даже об этом не знают. До 12 ноября 2022 года человечество жило в незнании о своём будущем. Сейчас ситуация изменилась. Это факт, с которым мы живём уже более 10 лет. А с сегодняшнего дня с этим придётся жить и вам. Да, теперь ответственность на каждом, кто знает это. В том числе и на тебе. Ответственность за то, как ты распорядишься полученным знанием. Сделаешь вид, что ничего не произошло, или прислушаешься к голосу своей совести. Присоединяйся сейчас, пока время есть. Мы ещё можем что-то изменить. Пока мы можем говорить, мы будем говорить и нести правду. 22 апреля 2023 года. Международный онлайн-форум «Глобальный кризис». Выход есть. С синхронным переводом на 150 языков мира. Донеси эту правду до всех. Сейчас твоё время действовать. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В.Сухиашвили